Тинькофф запустил проект «Благо долями», к которому уже присоединились более 100 организаций. Этот сервис позволяет людям вносить деньги на благотворительность в любое удобное для них время. Благодаря ему фонды получают поддержку от большого количества людей. Новый инструмент сделает пожертвования доступнее для населения. Небезопасная обработка персональных данных может стать отчетчающим обстоятельством при повторной утечке информации. Такие условия предусмотрены в отзыве правительства на законопроект, согласно которому размер штрафов может составлять от 0,1% до 3% от выручки компании. Эти изменения должны мотивировать предприятия больше инвестировать в защиту данных клиентов. Регистрация гражданина по месту пребывания в гостинице, санатории, медицинской организации, на туристической базе или в другом подобном учреждении может быть осуществлена с использованием биометрических данных, которые хранятся в единой системе идентификации и аутентификации. Этот способ будет доступен только для тех граждан, чьи данные занесены в единую биометрическую систему. При этом он не заменяет возможность регистрации с помощью документов, удостоверяющих личность. Банк России предупреждает о новой схеме мошенничества, связанной с налоговой декларацией. Злоумышленники рассылают физлицам ИЭП электронные письма от имени ФНС со ссылкой для онлайн-подачи налоговой декларации, при переходе на которую требуется предоставление персональных данных и реквизитов банковской картой, якобы для идентификации. Регулятор сообщает, что налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн. Обязать работодателей оплачивать проезд сотрудников до места работы и обратно в ночное время предлагают депутаты Госдумы. Некоторые компании уже включают расходы на такси в трудовые договоры и оплачивают услуги для своих сотрудников, а также предоставляют им служебный транспорт. Однако пока это не закреплено в Трудовом кодексе Российской Федерации, поэтому возникают различия в обеспечении условий труда со стороны работодателей. Это нарушает принцип равенства в трудовых отношениях. Редактор субтитров А.Семкин